Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Это поступление средств соответствует базовому прогнозу. План в целом выполнен. К уровню 2019 года поступление собственных доходов снизилось на полпроцента. Это 200 миллионов. Основное снижение по налогу на прибыль. Но возросли поступления НДФЛ на 22%. Транспортному налогу на 6%. По УСН на 2%. И по налогам за пользование природными ресурсами на 35%. Программа Экономика. Пандемия подняла цены на термометры. На 40% они подорожали за последний год. Об этом сообщает Кировстад. Поднялись в цене примерно одинаково, что ртутные, что электронные. Полтора раза за год подорожали золотые обручальные кольца. На 10% стали дороже автомобилей, ноутбуки. В целом годовой прирост цен на непродовольственные товары 5%. Продукты выросли в цене на 7%. Сильнее всего сахар на 85%. Картофель на 60%. Те, кто питается кальмарами, оказались в выигрыше. Продукция подорожала только на 7%. А пшено вообще подешевело на 18%. Зато остальные крупы поднялись в цене гречи на 43%. Овсяные хлопья на 30%. Манка и рис на 15%. Налоговики хотят вывести общепиты с тени. У ФНС России по Кировской области сообщает о запуске нового проекта, который должен привести к прекращению практики предоставления услуг без применения контрольно-кассовой техники. Каждому налогоплательщику направят напоминание о необходимости проводить деньги через кассу и выдавать чеки с корректными реквизитами. Сейчас в Кировской области в этой сфере работает более полутора тысяч организаций и ИП, подавляющее большинство добросовестно исполняют требования законодательства в части применения онлайн-касс, говорят в ФНС. К тем, кто в зоне риска, придут с проверками. Потребители просят не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при получении услуги в точке общепита. Экономика. В завершении валютах доллар и евро заметно скакнули на бирже в пятницу. Доллар сегодня стоит 74,36, евро 90,41. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.